Профильная комиссия Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России рассмотрит вопрос о сохранении объектов культурного наследия и исторической памяти. Речь пойдет в том числе и о парке «Воксал», который представители комиссии посетили в рамках визита в Тверь. В каком сейчас состоянии парк и что можно восстановить с помощью столичных политиков, узнала Мария Шалованова. Парк «Воксал» — один из старейших парков Твери. Он был создан в 1777 году, и за это время его дополняли несколько известных архитекторов того времени. Большая территория в полтора километра до самого Восточного моста предполагалось сделать летним парком для дворян. Ну а после этого часть территории была отдана под больницу. Что только не было. Где сейчас находится гараж администрации правительства областного, там находился зеленый уголочек от этой части больничной. Дальше располагалась именно зона так называемого регулярного парка. Там были аккуратно подстриженные клумбы, кустарники, вот эти вот подстриженные в геометрических формах. Там был павильон, который, собственно, и дал название всему этому месту. В «Воксал», то есть деревянный павильон, где было можно летом оркестр посадить, и они там играли музыку. И под музыку гуляли благородные, скажем так, господа. В советское время все здания комплекса были неоднократно перестроены. С закрытием в 2004 году городской больницы номер 2 началась быстрая деградация комплекса. В настоящее время принимающие угрожающие масштабы. Столь варварское отношение к старейшей в городе и одной из старейших в области зеленых зон вопиющие случаи наплевательского отношения в Твери к культурному и природному наследию. Большая часть зданий комплекса бывшей второй городской больницы сейчас находится в заброшенном состоянии. Находиться в них просто опасно. Того и гляди, обвалятся балки или потолок. И единственное, что все еще живо помнит о расцвете парка, это старый дуб, посаженный по легенде еще государем Александром I. В 2014 году ученые точно установили дату его посадки. И сейчас ему 198 лет. По мнению краеведа Павла Иванова, парк еще можно спасти и вернуть ему былое величие и красоту. Он считает, что то, что на место обратили внимание в профильной комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, это первый шаг к восстановлению когда-то одного из красивейших мест столицы Верхневолжья. Любое внимание к этому месту во благо. Потому что не хочется, чтобы здесь впустую пропадала колоссальная зеленая территория, которую город и так уже в значительной степени утратил. Вопрос о состоянии комплекса зданий парка «Воксал» будет рассмотрен 4 сентября на рабочем заседании постоянной комиссии по культурным правам Совета по правам человека при главе государства.